Приветствую Вас! Давайте попробуем разобраться с Вами, значит, по поводу того, что Вы написали. Я изучил Ваш текст, он действительно большой, объемный. Но, правда, он не дает, к сожалению, тех вот знаний, той информации, которая нам была бы нужна. Ну, конечно, Вы и не могли ее дать, потому что не знаете вообще, что нужно. С другой стороны, Вы с психологом уже общались, Вы об этом пишите сами. И мне почему-то кажется, что если Вы общались с психологом, то, наверное, уже имеете представление о том, о чем нужно говорить. С другой стороны, от самого психолога это тоже зависит. Итак, я буду Вам читать текст и давать комментарии по поводу него. Значит, постараюсь емко изложить суть проблем. Вот эта вот Ваша фраза, что Вы хотите емко изложить суть проблемы, она как бы сразу навевает на мысли о том, что Вы пытаетесь все структурировать. То есть окружающие Вас, то, что с Вами происходит, то, что происходит вокруг Вас и так далее. Вот это все Вы пытаетесь все структурировать. Зачем? Потому что, вероятнее всего, в детстве Вы со своими родителями были довольно-таки отдалены друг от друга. Ну, это, естественно, знаете, как правило, это вызывает защитный механизм, и родители могут сами маскировать свою холодность. Но то, что вот с эмоциональной близостью между Вами и родителями были проблемы, это, скорее всего, правда. В той или иной степени, то, конечно, нужно это выяснять. Далее, значит, мне 38 лет, разведена есть дочь. Значит, за последние 7 лет мои новые отношения с мужчинами не дают нудного результата. Каждый из них, а их после развода было четверо, говорил как один, что он плохой и что я найду себе другого лучше. Почему я прочитал вот этот вот отрывочек, да, практически без перелива, да, при том, что у Вас здесь есть разрыв предложения? Во-первых, кто-то Вам 38 лет говорит сейчас о определенном кризисе. Это может быть кризис среднего возраста, это может быть кризис определенного поведения, определенной модели поведения, если мы говорим, ну, вот именно в таком ключе. Но, тем не менее, это кризис. В 38 лет у Вас сейчас кризис на данный момент. Почему? Потому что были отношения, семья, потом семью Вы теряете, это удар и стресс. Об этом я скажу чуть поздно. После этого, после того, как Вы теряете семью свою, значит, Вы как бы заново устраиваете свои отношения. Конечно, непонятно из Вашего текста, рефлексировали ли Вы проблемы вдруг, ну, вот свои собственные проблемы. Не рефлексировали ли Вы свои собственные проблемы. Но, тем не менее, тем не менее, вопрос этот остается открытым, значит, кризис. И кризис – это диссонанс, такой нарастающий когнитивный диссонанс, когда человек привык действовать одним образом, привык вести себя в определенной схеме. Это не работает, и человек оказывается у такого результата, который его не устраивает, который ему не нравится и так далее. То есть, здесь кризис – это именно несоответствие того, чего Вы хотите, с тем, что Вы получаете, с тем, что Вы имеете. И кризис, он опасен, страшен тем, что он требует от Вас выхода из зоны комфорта, из своей зоны комфорта личной. То есть, делать что-то такое, чего раньше Вы не делали. Вот именно выход из зоны комфорта поможет Вам этот кризис разрешить. Какая это зона комфорта, я надеюсь рассказать далее. Вы пишите, что Вы разведены. Развод – это стресс. Развод – это серьезный, серьезнейший негативный опыт. И развод, конечно же, нужно прорабатывать. Почему развелись? Какие у Вас остались чувства после развода? Что Вы стали о себе думать после развода? Это самое главное. Как дочь пережила Ваш развод? Как складывались Ваши отношения с дочерью после развода? Как она взаимодействует с отцом? Общаетесь ли Вы с отцом? Помогает ли он Вам или нет? Все вот эти вещи необходимо разбирать. Очень может быть, что в процессе проговаривания этого Вы что-то для себя поймете. Какие-то моменты, которые помогут Вам самой открыть для себя причины, по которым Вы оказались во всей этой ситуации. Далее. И дочь. Здесь, пожалуй, я хотел бы сказать только то, что насколько Ваша дочь Вас радует, насколько она Вас удовлетворяет, насколько Вы чувствуете себя с ней реализующейся, гордит ли она Вас, как Вы к ней относитесь и как Вы воспринимаете ее в контексте своего социального статуса и себя самой. Потому что некоторые женщины стесняются своих детей и считают, что из-за них, из-за детей они не достойны большего, не достойны многого и так далее. Далее. За последние 7 лет мои новые отношения с мужчинами не дают нужного результата. Здесь тоже довольно деликатный момент. А именно, мужчины и отношения с мужчинами в принципе не должны давать результата. В принципе. То есть отношения это не то, что должно приносить результат. Вы знаете, в тот момент, когда Вы хотите результат, когда Вы надеетесь на результат, когда Вы ожидаете результата какого-либо, возникает подстановка ожиданий реального мира. То есть Вы вместо реального мира подставляете свои ожидания. И получается такая ситуация, что Вы как бы хотите получить от мужчины что-то конкретное. Но в действительности Вы руководствуете столько своими желаниями. В действительности Вы руководствуете столько своими потребностями. В предностями. В действительности Вы руководствуете столько тем, чего хотите Вы. Отсюда Ваше стремление, Ваше желание идеализировать человека. Отсюда Ваше желание его оправдать, несмотря на несоответствующее поведение для Вас и так далее. То есть, момент здесь какой. Отношения не должны давать результата. Либо они Вас удовлетворяют целиком и полностью, либо они Вас не удовлетворяют. Но отношения не устроят исходя из какого-либо результата. Потому что результат означает ответственность на человека, на Вашем партнере. А ответственность человеком, в свою очередь, либо принимается, либо нет. И в Вашем случае получается так, что ответственность люди на себя не брали. Почему? Возможно, потому что они чувствовали давление на себя с Вашей стороны. Возможно, потому что чувствовали, что Вам нужно от них что-то конкретное. И подсознательно не желали Вам этого давления, чтобы не отпускать. А подсознательно, что как только они дадут Вам того, что Вы хотите, Вы от них отойдете, охладеете и так далее. Но в любом случае Ваша надсверенность на результат в отношениях не есть хорошо. Сперва нужно понять, что есть этот результат для Вас, что Вы хотите, почему. Далее. Максимально полно удовлетворить это самостоятельно, дабы не быть зависимой от других и не создавать предпосылок для этого. А после этого уже выстраивать отношения с людьми. Далее. Каждый из них после развода, значит, ну после развода их было четверо, говорил, как один, что он плохой и что я найду себе другого лучше. Здесь нужно сказать следующее, что за четверо отношений, что у Вас были, Вы определенно успели наработать некую модель поведения. Вы успели наработать некий сценарий, алгоритм поведенческий, который теперь уже действует, скорее всего, вне зависимости от того, хотите Вы этого, например, или нет. Сценарий этот за четыре раза, скажем так, успел Вам, ну, скажем так, полюбиться. Да, если можно так выразиться, успел Вам полюбиться. И Вы уже теперь осознательно ему следуете. Возникает вопрос, а какой же это сценарий? А сценарий это такой, что Ваш развод с Вашим мужем заставил Вас думать о себе хуже, чем Вы являетесь на самом деле. И все отношения с мужчинами – это попытка, это стремление доказать своему мужу то, скорее всего, своему мужу или, может быть, кому-то еще. Я не буду здесь однозначно делать выводов каких-то, это не представляется мне в данном случае правильным. Вот, но Вы пытаетесь доказать кому-то, что Вы достойны того, чтобы, например, быть, допустим, любимой, чтобы быть, допустим, важной, чтобы быть, допустим, значимой. И так далее, и так далее. Мужчины таким образом по сути дела зеркалят Ваши отношения к себе, то есть как Вы относитесь к себе, так и они относятся к Вам. Далее, значит, одновременно они как бы намекают Вам на то, что Вы достойны, в принципе, более, знаете, более лучшего партнера. То есть, они обесценивают себя, не желая брать ответственность, и тем самым показывают, что Вы обесцениваете так же себя, я боясь попробовать отношения с тем, кто действительно готов с Вами вступить в серьезные отношения. Что здесь? Может быть, страх близких отношений заставляет Вас встанцательно выбирать такого мужчину, может быть, что-то еще. С этим нужно работать. При этом, я, как правило, сама инициирую разрыв, и для меня каждое следующее расставание становится все болезненным. Ну, сами Вы инициируете разрыв, скорее всего, потому, что мужчина не дает Вам то, что Вы хотите получить. И когда Вы теряете надежду получить это от него, Вы разрываетесь. Что не касается следующего расставания, которое Вы переживаете более болезненно, то здесь, я полагаю, имеет место быть изменяющиеся мысли о себе. То есть, здесь меня интересует то, о чем Вы думаете при расставаниях. Полагаю, что Вы просто пытаетесь, пытаетесь получить до самому, но Вас не получается. Вы все более и более сильно разочаровываетесь в этом, все более и более убеждаетесь, что Вы недостойны, не можете получить, боитесь, что не получите этого. И отсюда боль. Никак не могу понять, почему мне везет на таких мужчин, заниженные самооценкой. Ну, это не везет, это подсознательный выбор. Таких мужчин, по отношению к которым Вы, скорее всего, точно можете сказать, что Вы им понравитесь, что Вы их заинтересуете. То есть, это такая, знаете, подушка безопасности для Вас, как для женщины. А женщины, то есть, я выбираю тех, с кем в любом случае буду вместе. Значит, так, возможно, потому что она у меня тоже не на высоте. Да, и с ней нужно разбираться, в чем именно она не на высоте, не на высоте. Или карма должна с таким отработать. Ну, это, карма, это, я полагаю, карма, это вообще не к психологам. В одной из бесед мне сказали, Вы сами таких находите. В одной из бесед с психологом. Ну, получается, что Вы ходили к психологу, работали с ним, общались, смотрите, интересно, какие были результаты Вашей работы. А я уже, впечатли, теряю уверенность в себе, что когда-нибудь встречу нормальному подходящему мне мужчину. Ну, вот это еще один пункт, который подтверждает то, что я Вам говорил перед этим. А именно, нету подходящего мужчину и не мужчины, и нету нормального мужчины, есть тот, кто Вам носит. Вопрос в том, для чего? Если Вы, если Вы не будете стремиться удовлетворить свои желания через человека, а будете стремиться к тому, чтобы самостоятельно все получать, и стремиться к тому, чтобы быть свободной для того, для отношений, то вот это вот понятие, как нормальный, подходящий, не будет. Подходящая любовь. И нормальная любовь тот, которому у Вас возникнет желание делать его счастливым. Но, пока Вам нужен нормальный и подходящий для чего-то мужчина, будет такая ситуация. Потому что Вы обладаете гипермотивацией по отношению к ним, и из-за гипермотивации Вы ведете себя не характерно, не типично, не репродуктивно. Из-за этого не достигаете результата. А это та ситуация, где нужно вести себя именно репродуктивно. Ну, еще когда речь не идет о любви. Последнее знакомство состоялось на сайте знакомств. Значит, завязалась переписка, и спустя некоторое время мы перешли искать. Так, значит, знакомство состоялось на сайте знакомств. А что Вас столкнуло туда? Как Вы вообще мужчин выбираете? Как Вы довязываете с ним общение с мужчинами? На основании чего Вы знакомитесь с ними? На основании чего развивается Ваше взаимодействие? Есть ли у Вас тип мужчины, который Вам нравится? Есть ли у Вас образ мужчины? Понимаете ли Вы, какая Вы женщина, и какому мужчине Вы можете дать подсчетствовать с Вами себя, мужчины? Там это вот, сайт знакомств, это ставит под сомнение. Всегда. Так, значит, мы перешли искать на голос, но без видео. Почему без видео? Хотя фото друг к другу славят. Так, МЧ оказался отраумным, очень харитматичным, интересным. Им было не скучно одним словом. Он сказал мне, что жил в соответствии с двумя женщинами. Так, МЧ оказался отраумным, очень харитматичным, интересным. Им было не скучно. Ну, здесь было бы неплохо немножечко деидеализировать человека, тем более, что за 4 года в Ваших отношениях, в принципе, это уже можно сделать. Если он такой, почему он живет с мамой и почему он не работает? Остроумные, харитматичные, интересные люди, они довольно-таки неплохо устраиваются в жизнь. И где подвох? Рассказал мне, что жил в сожительстве с двумя женщинами. С одной 3, с другой 4 года. Ну, смотрите, мужчина сожительствовал с женщинами, но так ни на одной и не женился. То есть не нахотел брать ответственность на себя, опять-таки, за них. Детей нет. Правда, сколько лет ему вы не написали, но, думаю, не так мало. Молодец, человек не хочет брать на себя ответственность. Вы почему-то посчитали, видимо, что за Вас ответственность он возьмет. Ну, я так подозреваю, вы так посчитали, что за Вас человек, ну, ответственность все-таки возьмет. Опять же, интересный вопрос. Почему Вы так думаете и почему Вы так посчитали? Почему Вас это не насторожило? И я отвечу Вам. Потому что, скорее всего, речь идет именно о идеализации. То есть Вы идеализируете человека, Вы идеализировали его, что он стал объектом Ваших желаний, и все остальное Вас уже волновало по стольку по стольку. Значит, последний разрыв был очень болезненный, так как на работе были сложности, соответственно, с деньгами тоже, она его выгнала, он жил с ней в ее квартире. Ну, есть, конечно, момент такой, что, вот Вы говорите, разрыв был очень большой болезненный, но практически 4 года без брака для женщины это очень мучительно, плюс ко всему сшил он в ее квартире, то есть она не чувствовала себя с ним, скорее всего, с женщиной. Вот в этом направлении тоже нужно подумать. Далее, случился сильный стресс, примерно через полгода после него мы познакомились. Ну, Вы знаете, стресс, как проявление когнитивного диссонанса, вполне возможно, а другое дело, что это необходимо для человека, чтобы он двигался вперед-вперед. А вот выводы, которые он сделал, ну, вот, выводы, выводы, они, выводы, они, к сожалению, доставляют меня думать о том, выводы, которые сделал Ваш, молодой человек, я имею в виду, выводы доставляют меня думать, что он решил не в пользу расхвития. Я старался его поддерживать, как могла. Ну, то есть, здесь Вы заняли позицию такого подспорья для мужчины, да? Кстати, интересно, зачем Вы это сделали и почему, то есть, что Вам двигало? Значит, так, он даже сам признавался ему со мной легко, и он чистит поддержку, однако и навстречу не решался. Ну, правильно, то есть, человеку было хорошо, Вы показали себя с нужной ему стороны, а вот навстречу не решался, потому что боялся, что Вы, и боится, скорее всего, что Вы, увидев его, разочаруете, а он не хочет, чтобы Вы разочаровались, потому что это означает для него Вас потерять, а ему нужно быть с Вами, пусть вот в такой форме, лишь бы только не пережить опять унижение и не уязвить свое самолюбие, которое и так было уязвлено у него. Далее, значит, прошел год третий, уже 4 года, как мы общаемся, живет с мамой, не работает. Ну, здесь, мне кажется, к Вам только один вопрос. Вот год Вы терпели, два терпели, до каких пор терпеть-то будете? И почему терпите, ради чего? В течение этого срока я неоднократно просил его приехать, то есть Вы опять проявляли инициативу. Говорил, что хочу увидеть, опять Вы проявляли инициативу. Ставило условия, пыталась порвать с ним, опять Вы какие-то действия, то есть кнут пряник, манипуляции и так далее. То есть мужчина понимает, что Вы проявляете инициативу. Чем больше инициативы со стороны женщины, как Вам написал мой коллега, тем меньше каких-то попыток к действию уже у него. Значит так, у нас много раз были из-за этого ссоры. Ну вот опять, смотрите, как получается. Я согласен со своим коллегой, что Вы берете ответственность за двоих. Беря ответственность за двоих, Вы теряете свою собственную ответственность. В первую очередь. И поэтому Ваша собственная ответственность, так как она проявляется, ее нет. И поэтому возникают ссоры. То есть Вы говорите, вот из-за этого возникли ссоры. Это не возникли ссоры. Это Вы ссорились. Вы ссорились. Вы ссорились. Вы требовали от него. Но Он, почему Он должен это давать? Он Вам обещал, Вы не написали этого. Он Вам говорил, что Вы будете вместе, что Вы будете жить вместе. Ну, опять же, Вы этого не писали. Не писали. А если Он Вам это говорил, то почему Вы верите мужчине на слово, а не его делам, не его действиям? Тоже вопрос. И вопрос довольно важный. Значит, так. Он как раз придумал какие-то нелепые, на мой взгляд, оправдания. Вот Вы его уже и обесцениваете. То есть Вы сперва его приближаете, а потом обесцениваете. Сперва приближаете, а потом обесцениваете. То есть приближаете к себе того, кто не из вас, а потом обесцениваете. Это вот желание приблизить и обесценить, это в свою очередь намек на проблемы с отцом. То есть в взаимоотношениях с отцом у Вас были, ну, возможно, были какие-то проблемы. Возможно, отец был, может быть, холоден с вами, или, может быть, муж был холоден с вами, муж, может быть, заменил вам некоторые степени отца, или просто был очень значим. Но вот это поведение, когда Вы заведомо с человека неже себя приближаете к себе, а потом требуете от него быть тем, кем он не является, это поведение довольно-таки серьезное. Это негативное, это деструктивный триггер. То есть Вы не принимаете его таким, как он есть, не принимаете его таким, что он хочет, он хочет общаться с Вами только так. Ему так нравится, его так устраивает. Значит, Вас надевало то, что он, чаще всего, уходил от ответа, что меня очень злило, и меня опять постерлили. Заметьте, Вас злило. Почему? Потому что его уход от ответа не позволял Вас получить то, что Вы хотите. Злость это стремление разрушить препятствия к объекту удовольствия. Вот Вы излилитесь, потому что Вы не получаете того, что Вам нужно. Вопрос. Почему этот человек должен дать Вам то, что Вам нужно? Почему именно он? Магдинер говорит неделю, неделями, но в итоге он все равно мне перстал, мы опять мирились, я никогда не перстал, не перстал в первой. Почему? Опять же, почему Вы не перстали в первой? И Вы говорите, что мы опять мирились. Нет. Не Вы мирились. Не Вы оба, а Вы. Вот только Вы мирились с ним. Это Ваша ответственность, что Вы смирились, а не Вы оба. Интересно, кстати, как это происходило. То есть он Вам что-то обещал? Если да, то почему Вы снова и снова ему верите, а если ничего не обещал, то ради чего это все? Я предлагаю приехать со мной, но на предсказание сказав «Ты поставь меня в неловкое положение». Ну то есть опять же он боится, что Вы разочаруетесь. Разочаруетесь в нем, скорее всего, всего, и то, что вот увидите его с мамой, и негативно на нем отразится. очень часто вначале обвинял меня, что я с кем-то встречаюсь или переписываюсь, но здесь опять же это его неуверенность в себе, и это в большей степени неуверенность в себе, чем у Вас, и Вам нужен такой мужчина, чтобы на фоне нефо чувствовать себя более уверенно. Доказательств у него не было, и меня это сильно раздражает, так как мне нужно доказывать свою невиновность. Но это, скорее, пойдет compressor из Драка, либо из Драка, либо из детско-радительских отношений, когда Вас постоянно беспочвенно обвиняют и Вас это задевает. А раздражение, потому что Вы сомневаетесь в своей невиновности, то есть Вы сомневаетесь, так ли это, и Вы злитесь, потому что Вам Вы понимаете, что Вы невиновны, но Вы сомневаетесь, и Вы злитесь на то, что Вы сомневаетесь, и вместо того, чтобы на молодого человека, который ни сном ни духом о том, что вы, значит, ну, в действительности, проблема у вас. Мы на этом фоне опять ссоримся, я не знаю, как ему отвечать и что мне делать. Так, ну, про ссоры я вам все сказал, да, это вы ссорите, это ваш ответственность. Вам нужно свою ответственность отделить от него и говорить только о себе. Так, я не знаю, как ему отвечать и что мне делать. На что отвечать, что делать, чтобы что, непонятно. Почему я должен доказывать, чего я не делал, меня это сильно задевает и я не знаю. Про злость я сказал, про то, почему вы должны доказывать, я тоже поддерживаю вас в этом вопросе. Только этот вопрос к вам обращаются, а не к нему. Почему вы хотите ему доказывать что-либо, для чего? Значит так, высказываю ему все, но так как он человек быстро отхудчивый, может сейчас какое-то время общаться, как будто ничего и не было. Я же переживаю в течение нескольких дней все мои попытки объяснять ему, что он делает мне больно, мне принесет результаты, когда в последний год у него обвинения резаны. Ну, во-первых, человек, который подхудчивый, он не чувствует. Того есть, что чувствуете вы. Для эмпатии, для эмпатии нужно все-таки контакт непосредственный. У вас его не было, поэтому эмпатия здесь на минимуме. Вы же требуете от него быть тем, кем он не является, опять же для себя. То есть вам нужно, чтобы он был кем-то другим. Опять же, обесценивая то, как он есть сейчас. И то, что он вам больно делает, это ваша ответственность, не его. Он просто говорит то, что у него есть. Он переносит на вас свою неуверенность, а вам больно, потому что вы переносите уже на него свою неуверенность. Понимаете? То есть, вместо того, чтобы думать, почему больно вам, вы обвиняете его и просите, чтобы он не делал больного. Ну, и в итоге больно не уходит. А реже обвинения стали потому, что, возможно, он стал сильнее, бояться вас потерять. Ну, просто времени, в основном, боится, что вам надоест и поэтому обвиняют меньше. А может быть, появляется равнодушие. То есть он хочет быть с вами, но не может и принижает вас. Вроде как защитный механизм вполне нормальный. У вас взаимные чувства, если честно, я не уверен, что у вас взаимные чувства и не уверен, что вы его любите, и не уверен, что он любит вас. Привязанность – да. Но привязанность – это не любовь, не любовь, не любовь. А то, что он не представляет свою жизнь без вас – это, опять же, проявление именно привязанности. Это не любовь, как таковая. И очень впечатляет, что вы не увидели в этом тот смысл, который он действительно принес. А вы собираете за это, потому что вам это нужно, возможно, это дает вам надежду на то, что человек все-таки даст вам то, чего вы хотите. Он не хочет менять свою жизнь, да, это его право вылезти из этого болота, да, это его право избавиться от депрессии. Ну, от депрессии избавиться он не может, причине того, что если у него действительно депрессия, то это болезнь, и от болезни лечат врачи. Создать свою семью, опять же, это перенос. Вот все, что вы говорите, это вы о себе говорите. Это вам напоминать свою жизнь, вам вылезти из болота, вам избавиться от депрессии, и вам создать свою семью, а не жить с дочерью, как вы живете в детях. Это вы свои цели на него проецируете. Опять же, как родители. Вот правильно вам сказал коллега. Как родители вы пытаетесь через другого человека реализовать то, чего хотите сами. Вопрос в том, для чего вам семья, опять же. Часто жалуются, что она его достала. Ну, жалуются на любимых университетов, жалуются, но все равно любят. При этом горечество не может ее оставить, так как у нее бывает кризис давления. Ну, это, по сути, даже не отговорка. Это, по сути, он действительно в это верит. Просто для него это способ поддержания своей зоны комфорта. А вы, вы своей зоны комфорта. Поэтому он вас извлекает. Он, это отражение вас. Так хочется уже прекратить эти виртуальные отношения, но я не знаю, как переживу очередной разрыв. А чего переживать-то? Человеку вас не любит, человеку не нужно ваше внимание, не нужно ваше тепло, вас персонально. Он вас просто использует. Если вы его любите, то вы хотите сделать его счастливым. Он счастлив в том состоянии, в каком он сейчас. Вас это не устраивает. Возникает вопрос, почему вы с этим миритесь? Вот. Последний раз в два месяца ревело ежедневно. Было очень тяжело. Ну, только ревели, это неплохо. А вот, то, что было тяжело, нужно разбирать. Потому что, видите ли, ну вот, понятие плохо, это такое, очень субъективное. Расставание, это нормально, это естественный процесс. Если вы переживаете, то это фрустрация. Такая острая, аффективная фрустрация. И необходимо понять ее причину. С другой стороны, я без встречи похожего мужчину. И ситуация повторится много, и смысл не искать другого, если все вернется на круги своя. Но вы можете изменить все, вы можете изменить свое поведение, понять, что вам действительно нужно, удовлетворить свои потребности, выйти из зоны комфорта, сменить немного свой образ жизни, и тогда встретиться у мужчины совсем другого. Вот. Пожалуйста, помогите советам, как мне помочь моему любимому человеку вытянуть отношения на новый уровень. Ну, смотрите, вы сперва говорите, что другого мужчину смысла искать нет, там все вернется на круги своя. И тут же вы говорите про этого мужчину. То есть он ваш последний шанс. Он для вас средств. Мол, зачем искать кого-то, если все равно все будет так, и тогда я лучше с ним попробую это сделать. И вы называете его после этого любимым человеком? Давайте вещи хотя бы своими именами называть будем. Вытянуть отношения на новый уровень не получится, если не хотят этого оба. Единственный способ это сделать, это вывести мужчину из зоны комфорта. Для этого он должен бояться вас потерять. Он не боится вас потерять. Как лучше доставить его бояться вас потерять, это, думаю, решать только вам. Можно с помощью психолога. Далее. Общаться с ним холодно, вежливо, доброжелательно, без интима и личного. Вы именем его не можете сделать ничего. Человек сам выбрал такую жизнь, это его право. И он должен сам решить для себя прекратить жить так. Вы не его мама и не его родители. Вам нужно свою жизнь налаживать, а не помогать другому человеку. Вы не для него хотите что-то сделать, а для себя. Но напрямую для себя не можете, а для него можете. Для себя. Я не могу его бросить, я знаю, что у него опять случится стресс. Нет. Вы не хотите его бросать, потому что с ним вы потеряете шанс получить то, что вам нужно. А если вы действительно не можете его бросить, потому что у него стресс, то вы его жалеете, а жалость исключает любовь. Я чувствую ответственность, потому что мы привязаны друг к другу, у нас есть взаимные чувства. Чувствовать ответственность можно для того, кто вам близок. Вы с ним не близки, он взрослый человек, он должен сам нести ответственность за себя. В полной мере. Вы этого не делаете, потому что вы пытаетесь удовлетворить свои желания через другого. Соответственно, вы не можете нести ответственность за кого-то еще. Если вы нести ответственность за кого-то еще, то вы в эту ответственность как бы избегаете от ответственности за себя, потому что в таком случае придется выходить из зоны комфорта, а этого вы боитесь, это вас страшит. Но здесь вот нужно именно так все называть своими именами. Я полагаю, что вам нужно подумать обо всем, что я вам сказал, и уже далее работать, может быть, с тобой, со своим женским поведением, с детско-ротительскими отношениями, с самооценкой и так далее. Все зависит от того, хотите вы этого или нет. Ну, а у меня все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, либо что-то непонятное из моего текста, из моего ответа, пишите в личку Будера помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо!